У Боревича, Башидзе, Боневура, Гульбиновича, Лозо, Луцкого, Нейбута, Суханова эти улицы Владивостока носят имена революционеров, которые боролись с интервентами и белогвардейцами на Дальнем Востоке. Долгая и кровопролитная гражданская война в нашем регионе закончилась 25 октября 1922 года. В этот день рано утром войска Народно-революционной армии Дальневосточной республики под командованием Иеронима Уборевича без боя вошли во Владивосток. Суда с остатками японских и белогвардейских войск по договоренности между сторонами покинули город за два часа до вступления революционной армии. Однако на отдаленных территориях бои и стычки продолжались до 1925 года. В 1918 году на один только Дальний Восток бороться с германно-большевистским заговором отправляются 70 тысяч японцев, 12 тысяч американцев, дивизия российских поляков, несколько батальонов сербов и румын, китайцев, итальянцев и французов. Владивосток стал главной базой интервентов. Их было около 200 тысяч. Даль Совнарком объявил край на военном положении. Началась партизанская война. Жители массово побежали из Приморья. Из книги Леонора Прей письма из Владивостока. 20 октября 1922 года. «Позавчера, после того, как Тед в половине четвертого пришел домой и мы пообедали, я вышла, чтобы пройтись и посмотреть, как выглядят улицы. И телега за телегой ехали по Светланской, груженные чемоданами, коробками и домашним скарбом. А иногда в самом верху в каждой – женщины и дети. Иногда с домашней собачкой. Это было одно из самых печальных зрелищ, которые мне только приходилось видеть. Все они бежали, спасая жизнь на суда, чтобы выбраться из этой страны, где они родились и которые многие из них уже никогда не увидят». Интервенты оставили о себе кровавую память. Летом 1919 года американский карательный отряд сжег до тла села Новицкое в Приморье и расстрелял десятки стариков и детей. Такие же зверские расправы совершили в Казанке, Гордеевке, Сергеевке, Степановке и других селах и городах. Завоеватели массово разграбляли край, вывозили золото, рыбу, меха, лес, сырье. Около 600 миллионов рублей золотом составили убытки Дальнего Востока после оккупации. «Если бы, так сказать, Приморье было географически отделено, как остров Тайвань от материковой части России, то возможно, что белая государственность была бы там сохранена. Просто физически, так сказать, их подавить не смогли бы. Но Приморье было материковой частью России и, конечно же, большевики никогда не допустили бы существования антикоммунистической белой России рядом с ними». Переломным моментом гражданской войны на Дальнем Востоке стал бой под Волочаевкой 12 февраля и освобождение Хабаровска 14 февраля 1922 года. Но чтобы освободить Приморье понадобилось еще несколько месяцев. Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда. Партизанские отряды занимали города. Эти слова из марша дальневосточных партизан до сих пор учат в школах на уроках истории Приморья. И пусть революция, которая и послужила толчком гражданской войне в России, прогремела сто лет назад, память в истории города она оставила навсегда. Олег Завьялов, Светлана Садова и Евгений Опарин. Новости на восьмом.